Привет! Итак, как и обещала, косметичка уходовая. В этот раз я постаралась как можно больше всего взять, чтобы как можно меньше всего купить. Возможно, что-то придется докупать. И сразу хочу отметить, что косметичку в отпуске, скажем так, уже непосредственно на месте. Возможно, я не сниму видео, что закончилось. А по итогу разберем чемодан и посмотрим, что я привезла. Итак, давайте смотреть. Будет все хаотично, но начнем с тканевых масок, потому что они хоть как-то чуть-чуть собраны. Итак, 4 маски вот такой вот фирмы. Две синенькие, две зелененькие. Я, в принципе, не очень-то доверяю, потому что там написано, что она там оживит, омолодит и так далее. Просто тканевая маска и все на этом. Далее две красненьких, две фиолетовеньких, две веканские, две от чистой линии. И еще пять масок. Итого, 21 тканевая маска. Считаем на два месяца практически. Это нормальное количество. Я там себя заставлю этим пользоваться, потому что все-таки, когда жаркая погода, хочется чего-то вечером на себя холодненького. Далее, два фито-депилятора. Я достаточно редко пользуюсь таким продуктом, но в этот раз я воспользуюсь, потому что я не беру с собой эпилятор. Почему? Потому что я не могу найти ни одно, ни второе зарядное устройство. И ехать сейчас на дачу, там брать. Там точно есть две зарядки от старых еще. У меня, в общем, браун силки пил. И вот я их покупаю, покупаю, а зарядки я не выбрасываю. Если вот там аккумулятор садится, ну, перестает работать. В общем, зарядки универсальны, но я не могу найти. Поэтому я уже твердо решила. Я как бы вам сейчас видео снимаю, но мне уже тут время немножечко будет скоро поджимать. Ну, хотелось бы отдохнуть или чем-то другим заняться. Ну, в общем-то, вот такой. Не очень эстетично выглядит, но я все-таки решила это попробовать дома. Бальзам и шампунь твердые я их тоже беру с собой. Несмотря на то, что я и так шампунь беру, но я еще и вот эти возьму тоже обязательно. И вот, кстати, я сейчас смотрю, а шампунь-то я и не набрала. Вот это вот новость для меня. Я реально сейчас смотрю на кучу шампуней, тут нет. Все сбекала, исправила. И так, в общем-то, твердые вот эти вот тоже возьму на всякий случай. Не факт, что буду прям активно пользоваться, но, возможно, они мне, так сказать, пригодятся, когда закончатся шампунь, чтобы ничего особо не покупать. Итак, возьму 4 шампуня. Сейчас я не буду показывать мужскую косметику. Ну, там ее немного, там шампунь и гель для душа, в принципе. В общем-то, напоминаю, на 2 месяца. И это будет практически ежедневно еще и пляж. Поэтому буду мыть волосы постоянно. Нужно, так сказать, много продукта. Потому что я даже на 2 недели, вот я сейчас вспоминаю, предыдущие отъезды, я на 2 недели беру иногда даже литр, и у меня он израсходуется, и я еще покупаю. Но шампунь, возможно, придется докупить, но ничего страшного. Вот эти 4 кремовых коллагеновых филера я решила тоже взять с собой. Они пусть будут у меня наравне с вот этими твердыми шампунями. Когда закончится основное, я возьму вот эти. Они, в принципе, не очень весят, немного места занимают, удобно. Постараюсь там их тоже закончить. Потому что дома очень тяжело. Да и вообще их все время тяжело, вот такие вот одноразки. Далее. 4 варианта средства гигиены. Такие вот, в таком формате. Почему так много? Ну, во-первых, опять же, 2 месяца. Во-вторых, я планирую, возможно, какие-то прогулки и так далее. Я не люблю сильно долго что-то там себе держать. Беру вот такое масло для рук и ногтей. И это у меня, не скажу, что моя любимая вещь, это очередная моя проба. Я постоянно такие какие-нибудь штучки стараюсь покупать. Но это не вот эти вот ручки одноразовые, а что-то более серьезное. Это было бюджетное. Но тут единственный плюс, это большой объем. Я думаю, на 2 месяца хорошо хватит. Почему бы и что-то не повтирать в ноготочки? Я все-таки определилась. Мы с мужем посоветовались. Тоже, что мы все-таки хотим этот. Так как я еще и снимать буду. Он сказал, давай сделаем эту поездку, как наш отпуск. У нас, если что, напоминаю, отпуска практически не бывает. Но мы его вообще не берем. Смысла нет, куда нам ехать, если мы так едем. А так отдохнуть мы всегда можем тоже, в принципе. В общем, вот. Беру вот такие салфетки влажные для ванной. Да, мы будем жить в отеле. У нас нет проезда от, хотела быстро сказать, у нас нет проезда от аэропорта до нашего отеля. Это нам не оплачено. Это мы выбираем сами. У нас только билеты и проживание в отеле. Оплачено мы отель не можем выбрать. То есть отели даже. Везде проезд у нас практически. Мы выбираем самостоятельное. Когда-то рассказывала, что такая система у нас. И так как отель мы не выбираем, нам выбрали. Я знаю, что это азиатский отель, а не европейский. Поэтому я беру вот такие всегда салфетки какие-нибудь и протираю. Протираю. Ну, я понимаю, что уборку делаю, все хорошо. Но я все-таки протираю унитаз. Ну, и так я бывает что-то свое делаю. Например, кисти мою. И неприятно оставлять такую раковину. И посмотрят люди, скажут, ну что за свиньи такие тут жили. И я тоже стараюсь вот это вот сделать. Ну, естественно, мочалка. Два крема для лица. Да, я вначале думала, что этого мало. Потом думаю, да нормально это все. Потому что... Ой, ну не хочется тоже накладывать на себя тонну ухода. Тем более я еще два вот таких продукта. Крем-масло и алоэ-крем-гель беру. Ну, это на случай первых дней, когда опять кожа перестраивается. Сейчас она привыкла, что солнца, например, нет. Потом опять резко на нее солнце. В общем, для такой перестройки беру вот эти вот две баночки еще. Итак, для такого более ухода за волосами беру вот этот Ливон. В средстве от Вадор тоже перелит он. В общем-то, мне он больше понравился использовать его, знаете, перед утром нанести, расчесать волосы, пойти там, например, на пляж. Третье средство как раз попробую. Ну, я его уже попробовала, в общем-то, нормально. Ну, для расчесывания, так, облегчения. Солевой спрей мне нужен для... Ну, не скажу, что прям укладок, но, в общем-то, я беру вот такие вот с собой всегда бигуди. Подпелетки или как они там называются. В общем-то, делаю высокий хвост, накручиваю эти бигуди, ложусь спать. И когда важны там мероприятия, чтобы выглядеть получше, скажем так. И оксид я беру с собой краску. Я беру с собой и тонеры, и краски. Но я их вам не покажу, потому что я их уже сложила, к сожалению. Я как-то их переупаковала. И, в общем-то, вот таких вот кучу всяких... Как их там... Перчаток для этого дела. Оксид Олин, краска Олин. В общем-то, ну, так, чуть-чуть подкрасится. Особенно у меня там будет в середине как раз ответственное мероприятие, чтобы привести себя чуть в порядок. Три шиммерных масла для загара. Я понимаю, что это много, но... Моему мужу много не бывает. Он просто... Иногда у него бывает такое, что вот он не пользуется, не пользуется. Иногда он прям скрывает упаковку и по упаковке на себя выливает. Когда особенно где-то увидит, что у него, например, спина не загарила или еще что-то. И еще четыре масла... Нет, наверное... Хотя нет, пусть вот так вот четыре будет. Два начатых, два новых. Это более проверенное средство, чем 7 Days. 7 Days мы впервые взяли и вот возьмем с собой. Да, у меня тут сразу за кадром вот эти вот упаковочки, пакетики. Я тут сразу все пакую. Решила все эти пять кремов, которые у меня есть в запасах, взять с собой, потому что тоже нужно на тело наносить. Я понимаю, что алоэ-гель можно купить, и он будет получше, и он будет впитываться лучше. Но, в принципе, мы уже загорелые. Не настолько прям белоснежные едем, так что можно и себе и такое позволить. Так как я еду не только отдыхать, но еще и там несколько дней придется работать в совокупности, наверное, неделю, может быть, неделю и пару дней, то мне нужно, естественно, выглядеть хорошо, аналогично, да? И, конечно, я возьму косметику, но все-таки окрашивание бровей спасает и иногда очень сильно выручает. Если что-то там пойдет не так, дождь, например, или еще как-то, хотя бы брови будут какие-то. Поэтому я беру целых три упаковки вот таких вот одноразовых красок. Честно не знаю, по какой причине вот эти вот Avon справа, какой-то тюбик с SPF у меня до сих пор в использовании. Я вообще не понимаю, хотя вроде бы столько раз я делала зачистку, и в этот раз я решила, что раз мы уже загорелые, я возьму вот эту вот всю ерунду с собой. Для лица не очень много с собой возьму. Гель для умывания, скраб для лица, еще один гель, гель-скраб, скраб более мощный и тоник от Dolce Milk даже. Итак, для тела беру один дезодорант, я думаю, что еще один антиперспирант возьмем, маленький от L'Etoile. Также два скраба для тела, гель с блестками. Хоть у меня рядом и записная книжка, я решила сходить и сразу взять этот дезодорант. Еще один, в общем, возьму. Пусть будет, так сказать, более мелкая версия. Далее я беру вот такое вот огромное количество масок для волос. Тут я понимаю, что могут опять вызваться недоразумения, но, опять же, поймите, я буду окрашивать волосы, мне нужно чем-то их подпитать. И также соленая вода, она не очень благоприятно влияет шампунем, то можно и один раз помыть волосы и вымыть их. Ну, получится, то есть, это сделать. Но вот смягчить их как-то, ну, никак не получится, если что-то не использовать дополнительно. Я их просто потом не расчешу. Также нашла еще старья, беру его с собой. Честно вам скажу, я просто открыла еще фотографии, где я выкладывала уходовую косметику, так сказать, старую, которую нужно закончить. Когда я себя держала в руках, немножечко ее не покупала и просто обалдела от того, что годы прошли, а у меня ничего, в принципе-то, и не ушло активно. И я поэтому все это набрала. Я не понимаю, зачем я потом беру какие-то солнцезащитные средства более дорогие, если у меня есть эти. Не знаю, не знаю, вообще просто не понимаю, девчонки, вообще вот не понимаю. Беру и покупаю. Вот сейчас только вспомнила, что я забыла взять ножницы. Ножницы большие, так как я разрезаю все упаковки. Упаковки тянуть, естественно, домой я не буду в этот раз. Так, еще один скраб. Естественно, мы жидкое мыло для рук. Я понимаю, тоже в отелях дают маленькое мыло. Ну и мы любим жидкое мыло, мы лучше потом купим рефил сменный, зальем его и будем дальше мыть руки, потому что диспенсер, как бы, нам никто, в принципе-то, и не предоставит. Средства для снятия макияжа и еще три защиты от солнца. Беру два стиральных порошка, но они небольшие, это просто коробочки, упаковочки. Моя цена и биолан. Ну, естественно, моя цена для каких-то таких, скажем так, очень ненужных вещей, достаточно ненужных. И биолан более, ну, скажем так, качественный. Мы будем еще в химчистку сдавать вещи, точнее, там не химчистки, а стиралки. В общем-то, если буду там и с видео, смогу все это сделать, никого не стесню, я вам покажу. Но купальники мы не носим, в принципе, даже если мы на долгое время ездим. Мы вот сейчас, конечно же, тоже с мужем все активно сидели, вспоминали, потому что на такое долгое время мы не ездили давным-давно. Вот такие штучки сразу. Мыльницы у нас мыло, ну, мыльницы двухсторонние. Так что еще я помещу туда одно мыло и ватные палочки у нас. Мыло я еще два куска беру для того, чтобы мыть кисти, в принципе, мне оно и нужно. И да, по поводу кистей я скажу честно, что краситься каждый день я, в принципе, вообще никогда так не делаю. Ну, что прям каждый-каждый-каждый день там бывает у меня несколько дней не крашусь. Но и с кистями я иногда, вот когда на долгое время уезжаю, я немножечко попроще отношусь, в плане я могу их почистить об вот эту вот кругленькую штучку. Но все-таки стараюсь хоть как-то, ну, помыть, пусть не полностью вымыть продукт. Но я еще стараюсь очень много набирать. И это я вам показывать не буду, не для слабонервных. В общем-то, кисти, которые уже, например, там без ручек или без чего, но они еще работают. И я их не собираюсь чинить. Я их тоже беру, чтобы на один раз воспользоваться именно с кремовыми текстурами, потому что их сложно вымыть. Такие можно, в принципе, сухие текстуры очень быстро даже в пенной воде вымыть с шампунем. Так, депилятор для лица. Я не буду делать брови никак. И, в общем-то, волоски вокруг бровей я именно им и удалю. Я, возможно, возьму еще с собой нож для бровей или как он называется правильно. Но вот этот мне удобнее. И плюс я его еще наносить могу и на ноги. Он тоже нормальненько так действует. Итак, тут у меня два варианта. Такой же набор у мужа. В принципе, паста я пользуюсь с Инсодин. Обязательно зубная щетка. Прям без нее никуда. Где-то сейчас вам хотела сразу показать. Сейчас поищу. Нашла футляр для зубной щетки. В общем-то, складная зубная щетка и маленькая паста. Такая же и у мужа. В принципе, мы маленькие покупаем для либо коротких поездок, либо в самолете. У нас долгий перелет достаточно. И, в общем-то, вот такие два набора. Зубную щетку. Кстати, в этот раз купила еще с таким интересным наконечником. В общем, можно ее не хранить в футляре. Ну, в общем-то, футляр я просто всегда обычно беру. Я их покупаю дешевенькие и часто меняю. Вот такой вот у меня обязательный набор. Маску для ног беру. Десять вот таких пробничков для лица кремов. Ну, это, знаете, в аэропорту, если пойду умыться. Я не крашусь, кстати, при перелете. Очень-очень редко раньше красила ресницы. Еще поначалу сейчас уже этим не занимаюсь. Ну, так как я не вижу смысла, лучше уже в полете, перед прилетом накраситься, чем там спать, облокачиваться на все, а потом с мятым лицом идти куда-то. Так, еще три черных жемчуга. Я вам говорила, что их возьму. Ну, да, я их оставила, возьму. Шиммерные гели, гель для умывания и сыворотка для лица. Крем-стик для век и пять антисептиков. Ну, один совсем там уже на донышке. Я его возьму, как бы, ну, скажем так, вручную кладь. Ну, не вручную, а так. Уже в аэропорту мы его добьем и все. Лак для ногтей. Он, кстати, очень интересный. Это морики-дорики в наборе был. Он смывается, оказывается, водой. Да, простой водой. Так, что я его возьму и там доиспользую. Может быть, на руки, на ноги. Очень, кстати, удобно. И перчатки моющие. Еще вот такой продукт беру. Совершенно случайно я о нем узнала. И теперь это моя прям любовь такая. Это крем-уход для теломоющей. Если у вас, например, есть пересадки. Ну, допустим, или вы в поезде ездите, едете там несколько дней или больше суток или как-то. И у вас нет возможности принять душ. И вообще никакой возможности особо-то и нет. Кроме как раковина. То вот такое средство очень и очень спасает. Я вам сейчас прочитаю официальную информацию способа применения. Нанести крем на загрязненную поверхность кожи. Аккуратно удалить загрязнение с помощью впитывающего полотенца или салфетки. В зависимости от степени загрязнения повторить процедуру. Прям очень удобно. Прям реально не надо смывать водой. Даже не надо там влажным каким-то полотенцем протирать. Это прям вот сухой способ очистки тела. Ну, конечно же, это не заменит душ, не заменит там что-то. Но в каких-то случаях это лучше, чем ничего. Знаете, это как в поезде, когда вот ты не успел зайти, сел, а уже кто-то начинает. И ты думаешь, ну почему нет? Почему никак нет? И вот такое средство, оно это прям идеально. Если у вас еще особенно кто-то там встречает, или вам куда-то нужно, или вы просто сами по себе не можете, это лучше, чем просто нанести дезодорант. Лучше вот этот шаг, потом дезодорант. Ну, конечно же, дома я таким не пользуюсь. Смысла не вижу. Дальше средства женской гигиены. Продолжаются обычные ночные прокладки. Две упаковочки прокладок Silk Normal. Ну, прокладки, если хорошо упаковать, они места не занимают, а весят они вообще, считай, ничего. Naturella, Nice Day и ежедневки. Просто в прошлый раз, когда мы ездили на три недели, я сплоховала с прокладками, совершенно не хватило. Пришлось докупать. Просто мне не нравится, потом ты докупаешь, и у тебя вот эти вот остатки еще привозишь, и они путаются там как-то. Ну, и то, что они путаются, я их складываю в корзину свою, дома использую. Но все же вот в этот раз я решила, лучше я привезу свои, чем какие-то непонятные, о которых придется вспоминать. Тут я по упаковкам, в принципе, ориентируюсь. Итак, на этом все. Я беру еще одну тонику, один пигмент, два бальзама, такие колорирующие, одну краску и один, ну, типа тоники, что-то вот такое вот, продукт, скажем так, для волос. Тоже, в принципе, считаю, что этого достаточно на два месяца будет. Вот такая вот у меня получается косметичка. Если что-то я забыла, я это дополню. Я сейчас буду уже по спискам потом проверять, и потом уже в коротких каких-то видео я покажу, что я забыла. Всем спасибо за просмотр. Всех целую. Всем пока.